Можно начинать. Уважаемые коллеги, я вас приветствую. Давайте начнем нашу очередную лекцию. Мы остановились на доказательстве следующей теоремы. Теорема 2. Одна из двух фундаментальных теорем этой части, связывающей интеграл и производную. Что она говорит? Она говорит, что если у нас дана интегрируемая функция на отрезке АВ, то такая вот функция у нас дифференцируема почти всюду на АВ. Так? И что еще? Да. И ее производная совпадает с F почти всюду на отрезке АВ. Так формулировалось, коллеги. Посмотрите, пожалуйста. Ну давайте с вами обсудим, что у нас вывод. Ну, во-первых, представляя функцию в виде разности положительной и отрицательной части, мы в силу линейности интеграла свели вопрос к неотрицательной функции. Чем тогда обладает дополнительным свойством? Ну, интеграл тогда будет возрастающей функцией. Так? А значит, по теореме 1, производная у этой функции в большой будет существовать почти всюду. Так, коллеги? Продолжаем. Какие еще были упрощения? И мы с вами первый пункт реализовали, когда функция F была ограниченная. Так? Есть, коллеги? Все. Отлично. Давайте я теперь продолжу. Итак, второй пункт реализуем. F не ограничена. F не ограничена. Ну что, положим вот такие вот функции определим. Так называемые срезки. Ну что, давайте я картинку здесь нарисую. Все. Можно начинать. Уважаемые коллеги, я вас приветствую. Давайте начнем нашу очередную лекцию. Мы остановились на доказательстве следующей теоремы, да? Давайте я ее здесь. Теорема 2. Одна из двух фундаментальных теорем этой части, да? Связывающая интеграл и производную. Что она говорит? Она говорит, что если у нас дана интегрируемая функция на отрезке АВ, то такая вот функция у нас дифференцируема почти всюду на АВ. Так? И что еще? Да. И ее производная совпадает с F почти всюду, почти всюду на отрезке АВ. Так формулировалось, коллеги. Посмотрите, пожалуйста. Ну давайте с вами обсудим, что у нас вывод. Ну, во-первых, представляя функцию в виде разности положительной отрицательной части, мы в силу линейности интеграла свели в вопрос к неотрицательной функции. Чем тогда обладает дополнительным свойством? Ну, интеграл тогда будет возрастающей функцией. Так? А значит, по теореме 1 производная у этой функции в большой будет существовать почти всюду. Так, коллеги? Продолжаем. Какие еще были упрощения? И мы с вами первый пункт реализовали, когда функция F была ограничена. Так? Есть, коллеги? Все. Отлично. Давайте я теперь продолжу. Итак, второй пункт реализуем. F не ограничена. F не ограничена. Ну что, положим вот такие вот функции определим. Так называемые срезки. Ну что, давайте я картинку здесь нарисую. Срезка, да? Ну вот у меня K. Как будет выглядеть график? Понятно, коллеги, да? Зачем это нужно? Ну, конечно же, я хочу свести к первому случаю. Итак, поехали, коллеги. Что можно сказать про F ка-тэ? Вот для каждой точки X, которых там определены F. Определена F. Что можно сказать? У меня значение либо K, да, минимум, либо F от X. С какого-то момента стало значение F от X, так? Правильно, коллеги? Значит, что у нас получается? Тогда давайте запишу Fk монотонно возрастая всем понятно, коллеги? Монотонно возрастая стремится к F поточной. Я вот таким вот символом уже обозначал и еще раз воспользуюсь. Монотонно возрастая стремится... Отлично. Положим также Fk большой от X. Это что такое? Интеграл. От A до X Fk д мил. Тогда Ребят, это у меня интеграл. Вот давайте я устремлю как к бесконечности. Можно сказать, куда этот интеграл будет стремиться? К интегралу. А почему? Что за теорема за это ответственная? Лебега? Ну, Леви, да? Монотонность есть. Итак, неотрицательность, монотонность. Поехали. Пишу по теореме леви о монотонной сходимости у меня Fk от X поточно сходится к F от X для всех X из АВ. Согласно предыдущему пункту у меня Fk ограничены так и значит можно сказать по выводе что Fk существует штрих почти всюду а и совпадает а и совпадает если если в точке X одновременно существует производная F и Fk до F' штрих от X и F' от X которые есть F маленькая с индексом k от X связаны неравенством скажите каким неравенством ну давайте поскольку коллеги ну вот так да хочу а если у меня производные по знаку да то это ответственно за какое свойство функции положительность производной не отрицательность монотонность да коллеги вот надо с монотонностью разобраться скажите мне пожалуйста верно ли это свойство ну давайте я рассмотрю вот эту вот разность она как устроена вот так да устроена ребят если я точку здесь какую нить Y выберу то тут появится вот A до Y да не буду пока писать скажите мне пожалуйста а вот эта вот разность она какая по знаку не отрицательна да значит это у нас последовательность монотонна да будет стремиться ну вот да значит монотонна возрастает напишу возрастает на AB ну все коллеги все что хотел получил давайте собирать поэтому для любой точки С из AB имеем а что имеем ну давайте запишем что хочу хочу вот такой вот интегральчик рассмотреть и тогда я сведу разговор лимми лимми предыдущий и так давайте посмотрим вот у меня есть такой вот интегральчик а что про этот интегральчик я могу сказать где-то у нас было да такое да ну вот проинтегрирую это неравенство и так интегрирую это неравенство получаю вот вот такой вот агрегат так коллеги скажите мне пожалуйста что здесь написано в определении нашем вот такая вот вещь правильно продолжаем разговор что можно сказать в точке цепа что можно сказать о такой числовой последовательности каос стремляет бесконечности куда это все стремится да совершенно верно есть у нас такое да вот свойство итак коллеги пойдет а это есть не что иное в наших обозначениях как все хорошо хорошо значит я имею неравенство в одну сторону да здесь коллеги интеграл от вот этой функции больше либо равен интеграла от f маленькая правильно мне бы нужно получить противоположное неравенство противоположное неравенство следует из сложной теоремы 1 которую мы оставили пока без доказательств Итак, пишу. Противоположное неравенство следует... Какое противоположное неравенство? Давайте я запишу. f от a до c, f' dμ. Ребята, а что там была за теорема 1? Что если функция f монотонно возрастает, то тогда она дифференцируема почти всюду, ее производная интегрируема, и справедлива для интеграла вот такая вот оценка. Да, коллеги? Хорошо. f от a это у нас 0 по определению. Вы согласны? Вот a до a. По вырожденному, по множеству меры 0. Поэтому это 0. И с точки зрения обозначения это будет опять у нас интегральчик от вот такой вот. То есть это в точности будет противоположное к этому неравенству. Коллеги, пойдет? Итак, объединяю. Итак, что мы доказали? Мы доказали, что f от a до c f' dμ равен f'а до c f' dμ для всех c из Аb. А теперь посмотрите, пожалуйста, на лему 3, последнюю лему. Она что говорит? Да, значит, теперь результат вытекает из леммы 3. Правильно, коллеги? Если у нас вот такое вот равенство выполнено, ну переброшу в одну часть и по линейности соберу под одним интегралом, тогда этот интеграл равен нулю для любого c. Отсюда вытекает, что под интегральная функция совпадает с нулем почти всюду. То есть f' большое и f маленькое совпадают почти всюду на b. Что и требовалось доказать. Вот такой замечательный результат мы с вами доказали. Коллеги, пойдет? Все, хорошо. Давайте двигаться дальше. Первая из таких вот важных теорем о связи производной интеграла есть. Теперь еще одна теорема. Это формула Ньютона-Лейбница. Вот давайте ее получим. Я хочу получить... Ну пока сохнет, давайте напишу. Хочу получить вот такую вот формулу. Не пишите, пожалуйста. Ну ее можно, понятно, свести здесь. Переменную сделать. Вот такую вот формулу хочу получить. Потом b подставлю. Будет готово. Так? Вот цель. Пишем. Если этот пункт назывался... Как назывался? Производная интеграла, да? То этот следующий, третий пункт, последний в этом параграфе, естественно, назвать интеграл от производной. Давайте назовем интеграл от производной. Определение. Нежданно-негаданно начнем с такого необычного определения. Определение. Функция f называется абсолютно непрерывной на АВ. Определяем это понятие. Если для любого эпсилон больше нуля найдется дельта больше нуля, что какой бы я набор попарно непересекающихся интервалов из АВ не взял, из АВ. Из того, что сумма длин этих интервалов меньше дельта, следует, что вот сумма приращений такого вида меньше эпсилон. Вот. Если я могу здесь рассматривать и счетные наборы, получим эквивалентное определение. Но я вот так остановлюсь. Ребят, иногда в литературе допускают счетное объединение. Вот осознайте, что это получим эквивалентное определение, да? Ну, здесь понятно, да? Суммируются неотрицательные величины. Легко перейти к супремуму. Так, коллеги? Все понятно? Взгляните на определение. Все. Я сделаю одну оговорку, коллеги. Ну, на физтехе гармонический анализ принято читать для функций абсолютно интегрируемых. Это такой вот по Римману, да? И если я очень часто оговариваюсь, буду называть абсолютно интегрированным, вы меня поправляйте, да, коллеги? Так у нас абсолютно непрерывно здесь возникло. Абсолютной интегрированности не будет, да? Все. Ну, я настолько привык уже за столько лет, что могу оговариваться здесь. Коллеги, определение ясно? Давайте обязательную задачку дам. Она очень легкая, но в то же время не хочу на ней останавливаться. Что будет, если я рассмотрю произведение абсолютно интегрируемых функций, разность, сумму, все абсолютно непрерывные функции? Понятно, что получается снова абсолютно непрерывные функции. Так? Все. Давайте это запишем. Пусть F и G абсолютно непрерывны на АБ. Покажите, что сумма произведения также абсолютно непрерывны на АБ. F по G. Коллеги, так? Внимание, вопрос. Можно ли этот интеграл сделать маленьким, выбрав меру G маленькой? Как называется свойство такое? На прошлой лекции мы обсудили. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега, так? Все. Ну, значит, это просто переформулировка определения свойства абсолютной непрерывности интеграла Лебега, так? Ну, давайте я можно сюда перейду по свойству абсолютной непрерывности интеграла Лебега. У нас для каждого ε найдется δ, что если у нас мера G, а что такое мера G? Это вот такая вот сумма будет меньше δ, отсюда будет вытекать что интеграл будет меньше ε. А это в точности будет означать выполнение определения абсолютной непрерывности для функции F большое. Коллеги, как все здесь понятно? Все замечательно? Давайте, коллеги, с вами почувствуем. Так, что же мы с вами здесь определили? Я хочу получить во что бы то ни стало вот эту вот формулу. Скажите мне, пожалуйста, осознали ли вы следующий факт, что если я здесь рассматриваю функцию, то заведомо левая часть должна быть какой функции? Абсолютно непрерывной. Ну, интеграл же обладает свойством абсолютной интеграли. Значит, заведомо эта формула не выполняется, если функция F маленькая не является абсолютно непрерывной. Ага, понятно. А теперь, ну, может, и не для всех абсолютно непрерывных функций выполняется? Нет. Оказывается, это условие необходимо и достаточно для того, чтобы функция была абсолютно непрерывной. Значит, наша цель теперь доказать, что для всякой абсолютно непрерывной функции формула верна. Договорились? Реализую. Итак, поехали. Ну что, начнем с вопроса такого. Возьму абсолютно непрерывную функцию. У нее будет существовать производная? А если будет существовать, будет ли она интегрируема? Ну, давайте это получим из следующей леммы. Лемма 5. Если функция f абсолютно непрерывна на АВ, то f непрерывна и f является функцией ограниченной вариации. на АВ. Коллеги, давайте докажем. Скажите мне, пожалуйста, почему непрерывность очевидна? Что будет, если я в определении положу n, равное тут для любого n? Да? Любой набор. если я положу n равной единице, то получу определение равномерной непрерывности функции. Ну, давайте если в определении положить n равной единице, то получим условие равномерной непрерывности функции F F на B. Докажем, что вариация функции F ограничена на B. Докажем, что вариация функции F ограничена на B. здесь очень простая идея, писать может быть несколько неприятно, вы просто отреагируйте, а вот степень подробности сами установим эмпирически. Вот давайте с вами так, что я хочу сказать? Ну, во-первых, я должен какой-нибудь дельта заиметь, зафиксирую ε и по нему какое-то дельта возьму. Вот зафиксирую любое положительное ε, ну, единица, скажем. Итак, пишем, выберем дельта больше нуля, соответствующая ε равной единице в определении абсолютной непрерывности. Выберем дельта больше нуля, соответствующая ε равной единице в определении абсолютной непрерывности. Пойдет, коллеги? Давайте напомню, что такое вариация, что это там такое. Значит, надо рассмотрим. Рассмотрим АТ. Разбиение, произвольное разбиение отрезка АБ. Коллеги, пойдет? Скажите мне, пожалуйста, где-то надо мне в стороне написать, цель-то какая? Вариация что такое? Я должен рассмотреть вот такое вот выражение. Правильно, коллеги? И вариация это супремум по всем разбиениям Т. Вот давайте я с вами порассуждаю. Скажите мне, пожалуйста, картиночку вот здесь вот запал. Получить надо. Что будет, если я в это разбиение буду добавлять точку? Вот пусть точка у меня на каком-то интервальчике оказалась. Тогда у меня соответствующая... Ну пусть между ТИТом и ТИ-1 и ТИТом. Тогда вот эта вот разность по модулю запишется по неравенству треугольника, заменится суммой двух слагаемых. Так? Сумма может только увеличиться, да? Поэтому добавление точек может только улучшить ситуацию. Коллеги, это вот понятно? Ну давайте здесь напишем. Без ограничения общности можно считать, что Т содержит точки... Коллеги, давайте я буду идти с шагом дельта. То есть содержит точки... А плюс... Ну, Ж дельта. Так? Ну, Ж вот единички. Ну и сколько тут их максимум может быть? Б без А поделить на дельта. Так? Коллеги, пойдет? Ну, хорошо. Давайте я вот здесь вот нарисовал разбиение Т. И здесь у меня встречаются точки. А, А плюс дельта. А, А плюс 2 дельта. И так далее. Так, коллеги? Я должен составить... Имеем, да? Я должен составить вот такую вот сумму. Я должен составить вот такую сумму. Коллеги, понятно? В какой-то момент у меня встретилось что? Вот я дошел, дошел. И в какой-то момент у меня встретилось... Вот такие вот точки. Так? А плюс дельта на К. А плюс дельта на К плюс 1. Так? Ну, две соседние точки. Так? Ну, пусть это у нас Т, Ж. А это Т, Ж плюс М. Так, коллеги? Ну, все. Вот скажите мне, пожалуйста, как вот мне оценить сумму вот такого вида на вот таком вот отрезочке. Скажите, а длина какая у него? Дельта, так? Ну, может здесь не получится еще последний, но не больше дельта, так? И дальше идет разбиение этого отрезка. Скажите, ну, тогда это у меня не пересекающиеся интервалы, суммарная длина которых? Ну, дельта, да? Ну, можно там дельта пополам взять, да? Ну, неважно, да, этот дельта пополам, если взял бы меньше дельта. Так, хорошо. Ну, тогда что у нас будет в определении? Что сумма соответствующих приращений будет меньше... Ну, а чему там дельта соответствовала? Единицы, так? Все, значит, на каждом таком отрезочке вклад вот таких приращений не больше единицы, так? Ну, а сколько таких отрезков? Ну, вот. Значит, суммарная величина здесь будет не больше количества отрезков, так? Все. Коллеги, ну, понятно, или мне вот эту вот сумму расписывать, вводить вот эти обозначения, или идея ясна? Все, да? Ну, давайте не буду. Имеем, да? Что вот так. Ти минус f, Ти минус 1 не превосходит количество отрезков, а на каждом отрезке вклад единица, да? Ну, значит, это у нас b минус а на дельта. Это я взял произвольное разбиение и показал оценку. Вариация это супремум по всем разбиениям. Но если это верхняя грань, а супремум это наименьшая из верхних граней, то тогда, следовательно, у меня и полная вариация f не превосходит этой величины. Ну, коллеги, поздравляю. Ага, значит, я могу воспользоваться следующим утверждением. Что мы на прошлой лекции с вами установили? Что всякая функция ограниченной вариации представима в виде разности монотонных функций. А монотонная функция дифференцируема почти всюду, ее производно интегрируема. Ну, значит, мы сразу получаем вывод, что, ага, если у нас есть функция абсолютно непрерывная, то она дифференцируема почти всюду, ее производная интегрируема на отрезке АВ. Все, формула есть. Осталось, ну, в смысле, левая часть существует, правая часть существует, осталось доказать равенство. Пойдет, коллеги? Равенство это суть следующей леммы. Итак, последняя лемма в которой вся формула, фактически вся сложность формулы и сидит. Лемма 6. Итак, если функция F абсолютно непрерывно на отрезке АВ и, ну, математическое название сингулярно, это что означает? Производно равна нулю почти всюду на АВ. То, коллеги, вы помните, какая у нас проблема возникала, да, здесь, вот, с функцией Кантора, Канторовая лестница? У нее производная почти всюду ноль, но, тем не менее, формула не выполняется, значение на концах, да, единица ноль, так? Вот. Ну, а здесь нет, все хорошо. Если у нас F штрих равна нулю почти всюду, то это функция постоянная. Нет таких вот сложностей. и так F ну, константа, да, постоянно. Коллеги, понятно суть, в чем теорема Лема 6 состоит? Ну, что, давайте докажем. Доказательство. Всюду постоянное, ну, на АВ все значения одинаковые, да? Коллеги, ну, давайте я докажу, раз уже приступил. Ну, что, зафиксирую точку. Моя цель доказать, что значение F от C совпадает с F от A. Понятный план? Хорошо. И положим E равное множеству тех точек, которых производная ноль. вопрос на понимание. Ребят, множество E измеримо? Ну, производная измеримая, да? А мера какая у него? Ну, равна длине этого промежутка, так как у меня производная равна нулю почти всюду. так, коллеги, пойдет? Все замечательно, ввел, ввел. Ну, теперь надо тяжелую артиллерию, да, привлечь. Это абсолютную непрерывность. Итак, давайте, пусть у меня Epsilon больше нуля зафиксировано. выберем дельта соответствующая, ну, ребят, чтобы красиво получилось, давайте Epsilon пополам, да, выберем дельта соответствующая Epsilon пополам в определении абсолютной непрерывности функции. Хорошо? Все, на сцене появилась дельта соответствующая Epsilon пополам. продолжаем применять тяжелую артиллерию, да, значит, ну, что, мне нужно покрытие Виталий выбрать для этого, да, значит, ну, что, давайте я это запишу, построим покрытие Виталия на множество E. Что такое покрытие Виталия? Это набор отрезков, да, вот, семейство отрезков, так, что, каждая точка X из E лежит в некотором отрезке этого семейства и этот отрезок имеет положительную длину, ну, сколь угодно малую. Вот какая суть. Давайте, это возможно или нет? Да, возможно. Смотрите, коллеги, давайте, для любого X из E у меня существует, в стороне напишу, скажите мне, пожалуйста, коллеги, у меня на множестве E, что тут выполнено? В каждой точке X из E у меня существует нулевая производная. А что такое производная? Это у нас приращение, ну, вот разностное отношение, так? Предел разностного отношения, так, коллеги? И он ноль. Значит, я могу выбрать H настолько маленько, что это у нас будет меньше эпсилон, так? Ну, а H давайте я положительный возьму, поэтому вот так запишу. Пойдет, коллеги? Ну, и здесь, чтобы красиво вышло, поделю еще на С без А. Итак, поехали. Существует у меня а что существует отрезок, да? Х, Х плюс H сколь угодно маленькой положительной длины, да? Что у нас лежащее в А С в отрезке, так, коллеги? Такой что, что F от Х плюс H минус F от Х по модулю не превосходит, ну, то, что я написал, только вот подправлю, эпсилон на 2 С без А H. Скобку закрыл. Коллеги, пойдет? Ну, отреагируйте, все понятно, да? Все, это покрытие Виталия. Тогда Лемма Виталий что говорит? Что можно такими отрезками в конечном, да, конечным набором попарно не пересекающихся отрезков такого вида исчерпать почти всю меру этого множества. Так? Пишем по Лемме Виталий У меня существует набор попарно не пересекающихся отрезков Так, плюс H. И от единички до Л. Ну, давайте, как вот их попарно не пересекающихся. Вот так вот, коллеги, да? Сейчас. Вот если я сюда, то следующий так, точка, да? Попарно не пересекающиеся отрезки. Следующий после занумерованный так, что вот следующий идут по возрастанию. Так? Пойдет, коллеги? Что мера Е без вот этого набора какая меньше ну, наперед заданного числа хочу дельта, да? Понятно? Так, меньше дельта. Ребят, скажите мне, пожалуйста, а мера Е, как мы с вами вначале сказали, она совпадает с длиной всего, промежутка. И так, в частности, ну, и значит, напишу так, причем тут, и значит, здесь все измеримо, и здесь А, С, без вот этого объединения, и от единички до n меньше дельта. Ну, все, коллеги, поздравляю, у нас все с вами получилось, осталось это осознать. Чтобы легче было осознавать картинку, получим. Так, коллеги, нарисую я отрезок А, С, или там чего, ну, да, С, да, давайте еще положим, да, положим, это у нас начальная точка и H0 нулем, это у нас С. Коллеги, пойдет? Итак, поехали, давайте я здесь нарисую, значит, это вот такая точка, да, дальше идет что? Первая точка, первая точка плюс H1, вторая точка, вторая точка плюс H2 и так далее, здесь встретилось XN плюс HN и XN, так, плюс 1. Пойдет, коллеги? Ребята, отреагируйте, скажите, вот все, вот чуть-чуть поработали, уже, как сказать, загрузили информацию в эти вот сложные теоремы, они нам уже правильный ответ выдали. Вот почему я получаю сумму вот этих вот колебаний приращений маленькой? Ответ. ну, давайте с вами смотреть. Скажите мне, пожалуйста, за счет чего у нас маленькие приращения вот здесь у функции? Ответ, за счет того, что у нас вот здесь мы контролируем. Скажите мне, пожалуйста, а за счет чего вот здесь будет маленькие приращения? Суммарная длина этих вот не превосходит чего? Суммарная длина не превосходит дельта. А если дельта не превосходит, то контролируется с помощью абсолютной непрерывности. Ну, все. Давайте я это запишу. Имеем, да? А что имеем? Значит, сумма и от нуля до n. Ну, давайте из дополнений я посмотрю. Это как мне написать x и плюс 1 минус вот так, да? Вот так дополнение. это сумма длин дополнительных интервалов, которая меньше дельта. Так? Кольки, пойдет? Тогда абсолютная непрерывность даст нам что? сумма сумма приращений здесь коллеги, помогите. Меньше эпсилон пополам, ну, так мы выбрали. Пойдет, коллеги? Все хорошо, продолжаем разговор. А что будет на самих отрезочках? Значит, если у нас здесь так, как мне тут написать вот так, да? Вот, если вот так запишу, то скажите мне, пожалуйста, вот эти приращения оцениваются такой величиной, так? Пишу, значит, эпсилон на 2 С без А выношу, здесь сумма аж итоя, так? Коллеги, пойдет? А суммарная длина этого не может превзойти чего? Длины всего промежутка там, где мы живем, а где мы живем в промежутке С АС, да? Значит, это у меня не превосходит эпсилон на 2 С без А, на С без А, и это у нас эпсилон пополам. Коллеги, как? Можно жить? В итоге, в итоге, я рассмотрю вот такую вот разность по модулю Смотрите, коллеги, хочу рассмотреть разность по модулю вот этих вот значений А на этом отрезочке живут вот эти вот куча точек давайте я альтернированные суммы составлю здесь все равно же останется значение в крайних точках и так составляю альтернированные суммы а какие они суммы ну вот такие f от xe плюс 1 минус f от xe плюс h и такие скобку закрыл от 0 до n плюс сумма ну вот и от единички до n f от xe плюс плюс h и минус f от xe скобку закрыл закрыл модуль поставил коллеги я просто вот куча точек вставил ну альтернированные суммы записал все здесь позакращал осталось значение в концевых точках все ну а теперь могу это оценить вот так ну модуль сюда модуль сюда коллеги пойдет ну собираем плоды наших усилий что можно сказать про первую сумму ну вот так что можно сказать про вторую сумму вот так значит это у нас епсилон коллеги пойдет разность значений по модулю меньше наперед заданного положительного числа что что за число 0 да так как епсилон больше нуля любое то f от c совпадает с f от а а c я взял произвольный так ну значит я доказал что надо то и доказал да что утверждалось коллеги задайте вопросы епсилон пополам да вот здесь я проговорил ну смотрите загрузил да вот епсилон мы взяли произвольно загрузил в определение абсолютной непрерывности оно выдало загрузил епсилон пополам оно выдало нам дельта этим дельта я и пользовался в дальнейшем все давайте сделаем перерыв коллеги так коллеги продолжаем ну что подведем итог теорема последняя теорема в этом параметре теорема 3 значит пусть функция F абсолютно непрерывно на отрезке АВ тогда F дифференцируема почти всюду на АВ ее производная интегрируема и справедлива формула Ньютона Леймница Доказательства Ну пусть F абсолютно интегрируема абсолютно непрерывно Простите Так НАВ Тогда Лемма 5 говорит что F имеет ограниченную вариацию Так F имеет ограниченную вариацию Ну тогда работает следствие теоремы 1 что F дифференцируема почти всюду на АВ и производная интегрируема Значит мы все доказали кроме вот этой формулы Докажем теперь эту формулу Положим G определим функцию вот такую вот Что можно сказать Тогда какая-то там опять Лемма у нас интеграл с переменным верхним пределом от интегрируемой функции Какая функция абсолютно непрерывная Так Значит F G абсолютно непрерывно на отрезке АВ Скажите ребят какая-то Лемма четвертая Да четвертая Так Ну тогда разность это тоже абсолютно непрерывная функция Так коллеги Вот Ну давайте с вами продифференцируем эту разность На множестве полной меры у нас существует производная и здесь и здесь Так Ну значит у нас работает такая формула на множестве полной меры Так А это есть производная интеграла с переменным верхним пределом что у нас почти всюду под интегральная функция Так Значит производная G это есть F' Так Значит это 0 на множестве полной меры да почти всюду на B Коллеги А не видим ли мы лему 6 здесь Что если у нас есть абсолютно непрерывная функция производная которой почти всюду 0 то это только постоянная функция Так Следовательно лемма 6 F минус G постоянно Так Коллеги пойдет То есть F от X минус G от X равно F от A минус G от A Так коллеги А То есть как это можно переписать по другому G от А чему равно ребят по множеству меры 0 да интегрирую это 0 Ну тогда я получаю в другом виде Ну это перебрасываю сюда F от A плюс O Осталось положить X равное B для завершения доказательства Коллеги ну поздравляю вот вышли на что-то серьезное так ребят все здесь понятно но постарался как-то максимально подробно тут уж не знаю вышло не вышло все все коллеги закончили это часть теоремы 2 интеграл с переменным верхним пределом посмотрите пожалуйста теорему 2 дифференцируем почти всюду и его производная совпадает с под интегральной теорема 2 все ребят давайте следствие получим следствие получим следствие такое интегрирование по частям вот буду там последний третий использовать один раз давайте вот в такой общности и получим интегрирование по частям если F и G абсолютно непрерывны на B то справедлива формула доказательства F и G абсолютно непрерывны тогда обязательная задача их произведения что тоже абсолютно непрерывны на B а значит в частности существует производная почти всю скажите мне пожалуйста как дифференцируется произведение если у нас на множестве полной меры есть производная и F и G по правилу Лебница так значит F G штрих плюс G F штрих так коллеги всем понятно что эта формула получается если я проинтегрирую левую и правую часть это я проинтегрирую получая вот это по формуле Ньютона Лебница это это проинтегрирую получая разность вот этих интегралов внимание вопрос на понимание все ли осознаете что интегралы эти существуют производная у нас абсолютно непрерывно а значит она ограничена а значит у нас производная интегрируемая функция так значит и произведение будет абсолютно будут снова интегрируем интегралы существуют поэтому можно проинтегрировать правой левой части получить формул все поздравляю закончил коллеги ну как этот параграф когда мы Римана рассматривали уж на отрезке заведомо это были ограниченные функции а здесь можно неограниченную функцию взять да так что тут ну есть примеры давайте так коллеги наверное я пока оставлю это ну что давайте перейдем к следующему разделу ну наконец-то я теперь дошел до гармонического анализа значит значит что я здесь хочу с вами еще обсудить я хочу обсудить ну давайте напоследок вот такую лему которую буду часто использовать она очевидна но надо бы и сказать про очевидные вещи значит пусть у нас точностью до множества меры 0 значит если функция f интегрируема на отрезке длины периода то она интегрируема всюду на любом другом отрезке длины периода если на каком-то то на любом другом интегрируема и интеграл интеграл совпадает с интегралом коллеги пойдет всем все осознали утверждение да давайте докажем его доказательство ну методом математической индукции используя сдвиг да параллельный перенос на t можно показать что интегралы ну короче я могу здесь на любое сейчас m да что-то да пойдет коллеги так это у нас не буду писать уже это уже для n натуральных и опять в другую сторону двигаемся короче для всех целых выберем целое m такое что выберем целое такое что a плюс m омега лежит в отрезке b b плюс омега длина этого отрезка омега значит хотя бы одна точка такого вида здесь лежит так коллеги ну если это совпадает с концами то все доказано поэтому я могу предположить что точка попадает внутрь тогда все равно все хорошо что все хорошо ну давайте с вами посмотрим вот мне нужно проинтегрировать функцию по отрезку b b плюс омега я могу это по аддитивности вставить интеграл от b до a плюс n омега так m так коллеги да плюс a плюс m омега до ребят b плюс омега так коллеги так все замечательно поехали а здесь пользуясь ну вот доказанностью могу один ну опять с заменой с двигом x равно t плюс омега понизить здесь омега снять короче значит я первый переписываю интеграл а второй снимаю а плюс m минус 1 омега b пойдет ребят еще раз пользуясь заменой переменной вот в этом интеграле я снимаю омега все хорошо а теперь объединяю это у меня а плюс m минус 1 омега а плюс m омега и пользуясь первым пунктом я получаю а а плюс омега ну обоснование существования этого интеграла в другую сторону да читаем этот интеграл существует по условию тогда по доказанному этот интеграл существует значит работает аддитивность значит работает вот этот сдвиг значит работает и вот это понятно все значит вот такой вот результат коллеги как все поздравляю этот параграф закончен этот параграф закончен Ребят, не удержусь и с вами поговорю Уже осталось тут 5 минут Значит, мотивирующие вещи по началу новой главы, нового раздела Не пишите, пожалуйста Просто постарайтесь как-то задуматься Что довольно все логично То, чем мы будем заниматься Итак, коллеги, комментарий у меня такой Не пишите это Вот просто послушайте Ангем вспоминаем Скажите, пожалуйста, пусть у меня, ну скажем, есть геометрические векторы пространства Я там рассматриваю ортогональный базис Пусть е1, е2, е3 Это ортогональный базис Кто помнит, ну взял вектор Ну тогда этот вектор разложится по базису Скажите мне, пожалуйста, как будут выглядеть коэффициенты Какой геометрический смысл у коэффициентов? Правильно А как аналитически это записать? Правильно? А на е и тая на Было такое, коллеги? Ох! Чем мы будем заниматься, коллеги? Тем же самым, только в бесконечно мерном пространстве Ясно, коллеги? Все, хорошо Значит, нужно скалярное произведение Скалярное произведение Из всех ЛПшек Только при Л2 У нас норма П-норма порождается скалярным произведением Каким скалярным произведением? Вот таким Вот, ну давайте я тут Вот такие пока рассмотрю Сейчас А плюс Л Не пишите коллеги Но я рассматриваю комплекснозначные функции Поэтому здесь надо на сопряженный Домножить, чтобы все аксиомы выполнялись Скалярные произведения Вот такое скалярное произведение здесь есть Относительно этого скалярного произведения Вот такая вот Такой набор функций И П-х на л Н Да, еще напишу Н у нас З Является Ортогональной системой Относительно вот такого скалярного произведения Ребят, я это здесь пока постулирую Но вот у нас будет как раз скалярное произведение Там вот я это выкладкой проведу Хорошо? Но так я хочу, чтобы вы понимали Итак, коллеги О! Ортогональная система у меня возникла Ну-ка, не написать ли мне Такой вот ряд формальный Ну, тогда я получаю Ряд Фурье по вот этой системе Ну, уже будет непонятно Есть ли равенство Просто могу составить ряд Такой Вот этими рядами мы и будем заниматься Все понятно, коллеги? Как записываются Да, вот теперь нужно Вот это вот записать Скалярные Вот, если вы перемножите такие функции То получите 1 на 2π Теперь скалярное произведение надо записать Как это скалярное произведение запишется? Помогите мне F от x На e Ну, сопряженный, как тут будет? Минус, правильно? E n x на l d μ x Пойдет, коллеги? Ну, вот реагируйте Скажите Ну, вот это я переписал так, да? Это коэффициент вот я записал Все, значит, я могу составить ряд Вот с такими вот коэффициентами Называются коэффициенты Фурье По вот этой вот системе А теперь, внимание, вопрос Ну, как же там математики Как они Ну, если что-то выполняется в большей общности Ну, вроде берут большую общность, так? Ну, скажите мне, пожалуйста Ну, вот эти коэффициенты Можно формально определить Не только для l2 Ну, и для l1, так? Потому что Этот интеграл существует Для любой функции То есть l1 модуль навешиваю Модуль этого единичка Коллеги, пойдет? Значит, я возьму и буду рассматривать Ну, давайте, вы не пишите А я уже скажу, что будет Значит, мы будем рассматривать l1 теорию рядов Фурье, да? Итак, следующий у нас параграф l1 теория рядов Фурье Так, коллеги? Что я там? Ну, вы не пишите А я проговорю Что такое тригонометрический ряд Фурье? В следующий раз тогда я запишу Это выражение вот такого вида Давайте для простоты Я здесь возьму l равное π Это исторический первый случай И важнейший Все остальные сводятся с заменой Значит, я рассматриваю Такой вот Функциональный ряд Где Коэффициент Вычисляется как 1 на 2π От минус π до π А по лемме Берите здесь отрезочек Любой, да? Длины Если у нас функция 2π периодично f от x На e в степени Минус i n x d μ x Это у нас Коэффициент Фурье Не пишите А это ряд Фурье Тригонометрический Все понятно По формуле Эйлера Распишу вот это Запишу Тригонометрический ряд В действительной форме Через косинусы Синусы Так, коллеги? Все Ну вот с этого начнем Итак, коллеги Давайте я скажу Какие предстоят нам вопросы На которые нужно ответить При каких условиях ряд сходится А если сходится То когда он сходится К самой функции Ну и дальше там Когда можно интегрировать Когда можно дифференцировать Когда равномерная сходимость есть Вот такие вопросы На ближайшее время Ребят, я приглашаю На следующую лекцию Она будет В каком-то виде Важнейшая Чтобы вот Понять Логику Надо посетить Следующую лекцию Когда мы там Сумму Запишем Через интеграл И это будет Ключевой момент Для изучения теории Всем спасибо До конца Пока